Братья и сестры А Господь плачет, Господь скорбит После воскресения четырехдневного Лазаря Люди начали воспринимать Спасителя как Мессию Который совершает такие чудеса, неведомые, никогда не бывшие И вот настоящий Царь Израиля, который избавит нас от гнета рабского, от завоевателей И сделает нас владыками мира А Господь скорбит о том, что учение Спасителя, благая весть, которая призывает людей в Царство Небесное Собирает сокровища на небесах Там, где воры не подкопают, где не съест, ржа не сточет Там, где сокровища ваши и сердца ваши И вот он видит, что сокровища этих людей совершенно по-другому У тех, во власти, желание этой власти превосходствует над другими Конечно, во всей этой массе народа были разные группы Там были истинные верующие, последователи, как апостолы, мироносцы Дети, которые непосредственно своей вот этой непосредственной любовью воспринимали радостно спасителя И вот в тропаре, который мы сейчас воспеваем, как раз об этом говорится Мы, якопотроцы, победы знаний не носящие То есть победы над смертью, над грехом Братья и сестры, вот мы освящаем веру В чем суть освящения? Мы освящаем, молитва эта освящает человека Соблюди и сохрани нас, Бог мой человек Сохрани в этой истинной вере и в нашем шествовании за Христом И вместе со Христом к страданию, крестоношению И через это побеждаем мы вот это рабство греху, плен, смерть Господь победил смерть страданиями и, конечно же, своей великой любовью Божественной любовью к людям И вот пока мы не воспримем эту любовь и не откликнемся Мы будем подобны тем, которые вот встречали ради земных путех Спасителя Посмотрите на состояние современного мира Чем наполнены усилия человека? Какие цели преследуют вот эти движения партии и даже народы? Конечно, путь не к тому, чему призывал нас Господь И вот мы должны себя поставить на это место Где мы находимся? Вот в этой толпе, которую встречает сегодня Спасителя Кто мы такие? Ради чего мы взываем на сам на душу? Ради ли вот этих своих путех Самодовольства, самолюбия, властолюбия? Ну, даже просто ради достойной жизни, но земной Или мы все-таки видим вот эту жертву Спасителя И воспринимаем ее как то, что эта жертва нас освободит от вечного плена А для этого нам нужно потрудиться Для этого нужно понести тяну, понести крест Смирение появится, вымолить его у Бога свое это смирение И вот тогда, на самом деле, мы будем шествовать за Христом Который сегодня ходит в Иерусалим Для того, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть И мы будем истинными участниками вот такого, этого воскресения Спасительного, светлого, радостного Аминь, с праздником вас! Спасибо! Спасибо! Спасибо!